Здравствуйте, дорогие читатели! В рубрике «Читаем дома» я хочу представить вашему вниманию увлекательный роман-катастрофу российской писательницы Яны Вагнер. Эта диалогия состоит из книг «Ван Гозера» и «Живые люди». Первый роман «Ван Гозера» написан в 2011 году и номинировался на две престижные литературные премии. Сюжет книги не нов. Она рассказывает об эпидемии, которая охватывает всю страну, весь мир. Повествование ведется от лица главной героини Анны. Она вместе со своим сыном, мужем и другими близкими семьи решают искать спасение от болезни вдали от цивилизации, в знакомом для них месте. Путь не близкий на озеро в Карелию. Мир рушится на глазах. Законы уже не действуют. Смогут ли герои преодолеть этот путь? С какими препятствиями столкнуться в дороге? На что готов пойти каждый из них, чтобы достичь цели? Помимо сюжета о катастрофе идет и любовная линия. Ведь в их группе бывшая жена Аниного мужа. Смогут ли эти женщины найти общий язык? Или будут и дальше друг друга ненавидеть? Чем закончится их долгая дорога? Все ли доберутся до озера живыми? Даст ли болезнь им шанс от нее убежать? Все эти и другие вопросы раскрывает роман Ван Гозера. Второй роман «Живые люди» вышел в 2013 году и также номинировался на престижную литературную премию. В продолжении вы узнаете, кто из главных героев достиг цели – заветного острова посреди озера. Эта книга уже о выживании главных героев в условиях полной изоляции. Припасов мало, они посреди озера зимой, ютятся в маленьком домике. Как будут складываться их отношения? Смогут ли эти городские жители выжить в суровых условиях, вдали от цивилизации? Ведь болезнь где-то на континенте и никуда не делась. Но самое главное – научатся ли главные герои понимать друг друга и преодолевать трудности вместе? Писательница поднимает перед нами в этих книгах много жизненно важных вопросов. Что важно в этом мире каждому из нас? Каковы его ценности? На что мы способны в трудных ситуациях? Готовы ли мы на жертвы? Ради чего стоит жить? Писатель отвечает на эти вопросы поступками главных героев – современных людей. Не героев из комиксов, а людей, привыкших к размеренной и обычной жизни. В романе развивается женский взгляд на катастрофу. Где-то мягкий, а где-то жесткий. Книги захватят вас и погрузят в безвыходную ситуацию. А что будет в конце – узнаете только на последних страницах.